Азербайджан и ООН отмечают 30-летие партнёрства. В связи с знаменательной датой проводятся различные мероприятия. Встречи проходят не только в Баку. Конференцию между ООН и Азербайджаном организовали и в Шуше. Мероприятие, которое приняла культурная столица Азербайджана, направлено на укрепление диалога и целям устойчивого развития ООН. Азербайджан проводит сегодня в Шуше специальную конференцию для обсуждения вызовов, стоящих перед миром как в постконфликтный, так и в постпандемический период в контексте ООН. В ней принимают участие как руководители, представители различных государственных структур Азербайджана, так и руководители различных агентств ООН. Считаем, что эта конференция станет важной площадкой для обсуждения чрезвычайно важных тем и будет полезна для отношения Азербайджана и ООН. По словам резидента-координатора ООН Владанки Андреевой, институт и организация окажут содействие Азербайджану в вопросах восстановления и разминирования освобожденных территорий. Говоря об успехах Азербайджана в международной политике, Владанка Андреева высоко оценила роль Баку в движении неприсоединения и усилия страны в борьбе с пандемией в рамках этой организации. 2 марта 1992 года Азербайджан вступил в ООН. И за эти годы мы работали над укреплением нашего сотрудничества. Когда мы только открыли наш офис в Баку, мы помогали беженцам и вынужденным переселенцам, пострадавшим в результате армяно-азербайджанского конфликта. Хочу напомнить, что 1 марта 2021 года между ООН и Азербайджаном было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве, которое обозначило основные задачи партнерства на ближайшие пять лет. Это в том числе вопросы гендерного равенства, окружающей среды, инклюзивности. Сейчас мы активно работаем над этим. Как отметил помощник президента Азербайджана, заводил он по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, у сотрудничества Азербайджана и ООН большое будущее. Стороны намерены реализовать интересные проекты в различных областях. Иногда ООН подвергают критики. Но не будем забывать о том, что страны-участницы должны выполнять свои обязательства перед ООН. Азербайджан поддерживает принципы международного права, на которых базируется Устав Организации Объединенных Наций. Азербайджан внес свой вклад в миротворческие миссии ООН. Наши миротворцы несут службу в Судане и других местах. На освобожденные территории представители ООН прибыли авиарейсом Баку-Физулин на самолете под названием Ханкинди. Гости ознакомились с условиями, созданными в Физулинском международном аэропорту. Осмотрев воздушные ворота Карабаха, гости по легендарной дороге Победы направились в культурную столицу Азербайджана – город Шуша. Эльнара Алиева, Шимистан Мамедов, Джавид Гадыров, CBC.